Четверть века в борьбе. Члены жилищно-строительного кооператива «Дружба-5» еще в начале 90-х вложили свои накопления в строительство домов, чтобы получить потом квартиры. Но не сложилось. Все это время несколько активистов продолжали верить, что не останутся обманутыми и методично выходили на митинги и пикеты в защиту своих прав, невзирая на дожди или морозы. И вот на эти акции обратил внимание мэр. Но обо всем по порядку. История этих дольщиков берет свое начало еще в советские времена. Летом 91-го члены нескольких кооперативов, всего более 400 человек, собрали деньги и всю сумму вложили в строительство жилых домов. Но договор с ними заключен не был. Опайщикам вручили лишь гарантийные письма. И вот с этим клочком бумаги они остались у разбитого корыта. Не имея договора взять собственными руками и унести деньги в кассу. Но прочитайте вы правила. Они же были государством утверждены. Несмотря на то, что деньги тогда потеряли сотни, за право получить жилье сегодня борются лишь шестеро. А на прием к мэру по его приглашению пришли и вовсе трое. Куда только мы не писали. И в Москву, и в Казань. Отписки, и отписки, и отписки. Пустые отписки. Обвиняют нас самих. Вот вы дураки, деньги собрали и все. Пройдено было немало судов. Но все не в пользу пострадавших. Ведь с юридической точки зрения без договора доказать что-либо невозможно. Однако Наиль Магдеев пообещал этим челнинцам, что вместе с коллегами попробуют найти законные основания и варианты для решения проблемы. Удастся найти этот выход? Не удастся. Ответа пока на этот вопрос нет. Это честно, откровенно. Но хочу сказать, что у нас есть огромное желание помочь тем людям, которые попали на самом деле в тяжелую жизненную ситуацию. А сама инициативная группа просит или выдать им, как они считают, положенное жилье, либо вернуть деньги, эквивалентные тем 10 тысячам советских рублей, которые словно растворились в пучине лихих 90-х. Ландыш Капранов, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.